ТРАССА 101 Приветствую в эфире ТРАССА 101 Владимир Сметанин не нарушает Почти Концерн Алмаз-Антей работает над созданием гражданского автомобиля Причем не просто автомобиля, а гибридного Где двигатель внутреннего сгорания работает на газе Предварительное название машины Е-НЕВА Как сообщают СМИ, у транспортного средства будет две модификации Одна с запасом хода на одной заправке около тысяч километров Другая чуть поменьше Максимальная скорость 180 километров в час О стоимости авто пока ничего не говорится ТРАССА 101 Российские власти готовятся официально утвердить размер скидки При покупке нового электромобиля Как заявили в Минпромторге, речь идет о сумме не более 625 тысяч рублей При этом электрокар должен быть сделан в нашей стране Ограничения по стоимости нет Ранее назывался потолок в 2,5 миллиона Беда в том, что в настоящее время зеленые автомобили в России серийно не выпускаются Возможно, первой ласточкой в следующем году станет электрическая версия Ford Transit ТРАССА 101 В России запустили продажи нового Chevrolet Trailblazer Кроссовер стоит минимум 2 миллиона рублей Оснащается он трехцилиндровым 150-сильным бензиновым турбомотором объемом 1,3 Трансмиссия в переднеприводной версии вариатор, полноприводный 9-ступенчатый автомат В стандартное оснащение входят 6 подушек безопасности, система экстренного торможения, функция предупреждения о возможном столкновении, камера кругового обзора ТРАССА 101 Сделали японцы крутой, недорогой электромобиль и пытаются его продать в другой стране, например, в России А наш брат его не покупает, потому что заряжать негде и обслуживать тоже Все это выливается в огромные проблемы со сбытом машин, которые могут возникнуть у страны восходящего солнца Именно об этом предупредили японское правительство, Тойота, Хонда, Ямаха и другие производители Настаивая на том, что власти не должны торопиться с переходом на электрокары Иначе миллионы людей потеряют работу, а, глядишь, и весь мир останется без японских авто ТРАССА 101 Вы планируете продать свой автомобиль и хотели бы знать его реальную стоимость Оценкой рыночной стоимости транспортных средств в Кирове занимается компания Экскон О сути процедуры расскажет руководитель отдела транспорта компании Константин Кузнецов Мы занимаемся оценкой автомобиля Для этого надо просто приехать с документами на автомобиле, своими документами к нам в ферму Желательно иметь чистый автомобиль, предоставить его на осмотр Мы выявляем повреждения внешние Если надо, можем заказать внутреннюю диагностику автомобиля где-нибудь на сервисе И после этого, учитывая все эти недостатки, либо улучшения, если они там есть Мы определяем стоимость рыночного автомобиля от двух до пяти дней Компания Экскон находится в Кирове по адресу улица Карла Липкнехта, 13 Телефон горячей линии 73 50 50 Сайт ex-defiscon.ru На этом все, вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова До свидания ТРАССА 101 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин